Господи, Господь наш, Як отчудно имя Твое по всей земли, Як Он взяться великолепие Твое Привыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 28 июля, суббота, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения в день памяти равнопостального князя Владимира отрывок из послания апостола Павла к Галатам, первая глава стихи с 11 по 19, и вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа. Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал Церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью и не пошел в Иерусалим, предшествовавшим мне апостолам, а пошел в Аравию и опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у него дней 15. «Другого же из апостолов я не видел никого, кроме Иакова, брата Господня». Итак, дорогие братья и сестры, сегодня Церковь предлагает нам поразмышлять над посланием апостола Павла к Галатам. И в деле нашего спасения и в деле нашей струковной жизни послание к Галатам играет немаловажную роль. Оно насыщено богословскими темами и говорит нам о роли веры, прежде всего в деле спасения рода человеческого и в деле нашей духовной жизни. Какое место занимает вера? Но в данном сегодняшнем контексте, в данном сегодняшнем отрывке мы читаем следующее. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое». И здесь надо понимать, что когда апостол Павел говорит слово «евангелие», он не имеет в виду четырех евангелистов и тот труд, который они создали. Евангелие с греческого переводится как «благая весть». И по факту апостол Павел говорит о том, что ту благую весть, которую я вам возвещаю, то есть тот перечень необходимых условий благой вести – это исповедание Господа Иисуса Христа Богом и вера в Его трехдневное погребение, смерть на кресте, воскресение, вознесение и одесную сиденье, одесную славы Бога Отца сиденья. Какие слова есть и в божественной литургии у нас сегодня, всякий раз, который мы произносим, священники произносят за богослужением. Мы все в это веруем. И в этом и заключается основная суть благой вести. И апостол Павел вынужден оправдываться. Здесь есть некий тон оправдания. Здесь есть некий тон защиты. Апостол Павел защищается. Он защищается от тех противников его благовестия, которые пришли к галатам. И он вынужден защищаться перед ними. Это не первый раз, когда апостол Павел защищается и защищает свое апостольство и свое благовестие. И здесь мы видим пример этого вновь и вновь. И он говорит о том, что ту благовесть, которую я вам несу, она не есть плод моих фантазий. Об этом говорится дальше в 12 стихе. «Ибо и я принял его и научился не от человека, но через откровение Иисуса Христа». Он говорит, что источником этого благовестия является откровение, откровение Господа Иисуса Христа и о том, что то, что он получил, он получил не от людей. Он не услышал где-то это. Он услышал это прежде всего от самого Господа. И он говорит о том, что галатийцы и вообще христиане должны были слышать о том, что он является непримиримым, являлся до своего апостольского, начала своего апостольского служения, непримиримым противником церкви. «Вы слышали о моем прежнем образе жизни в иудействе, что я жестоко гнал церковь Божию и опустошал ее, и преуспевал в иудействе более многих сверстников, вроде моем, будучи неумеренным ревнителем отеческих моих преданий». Действительно, апостол Павел был выдающимся, он принадлежал к секте фарисеев, и действительно был выдающимся фарисеем среди своих сверстников, о чем он и пишет. Он действительно искренне исповедовал свою веру и был искренним верующим фарисеем. «Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший благодатью Своей, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, я не стал тогда же советоваться с плотью и кровью». И он говорит о том здесь, что в этом отрывке прежде всего он защищает то, что источником его благовестия и того вдохновения, которое сподвигает его на подвиг проповеди, источником этого является сам Бог. И он здесь говорит о том, что если бы я, как апостол Павел, если бы я, апостол Павел, был человеком, который лицемерно хочет получить некую прибыль или некие дивиденды со своей проповеди, и лукавил бы перед вами, и на самом деле никакого откровения не было, а я просто хочу нечто получить с этой проповеди, я просто услышал ее некогда от апостолов или от кого еще, и теперь я лжеапостол, то тогда, конечно бы, я бы мог апеллировать к авторитету других апостолов. Но для меня нет такой нужды, потому что я получил откровение от самого Господа. Поэтому я и не пошел советоваться с плотью и кровью, то есть с людьми, но пошел в пустыню, в Аравию, и потом, вернувшись, три года был в Дамаске. И после этого уже, после такого долгого пребывания в служении апостольском, после такого долгого пребывания, уже будучи христианином, только тогда он идет познакомиться с другими апостолами, один из которых был Петр, а другой брат Господень Иаков, с которыми апостол Павел встречается в Иерусалиме, пробыв там дней 15 в общении с апостолами. Поэтому апостол Павел и говорит, что источником его благовестия является не плоть и кровь, то есть не человеческая мудрость, но действительно и реальное откровение Божие. Почему сегодня, именно в день прославления равноапостольного князя Владимира, мы читаем этот отрывок? Потому что действительно, не по учению человеческому, но по дарованию благодати Святого Духа, Владимир равноапостольный и принял это решение о крещении нашей Родины тысячу лет назад. Будем помнить об этом и стремиться также нести Слово Божие, если не своими словами, то, по крайней мере, своими поступками, свидетельствовать миру о христианской вере, о нашей любви и о наших добродетелях. Будем молиться, дорогие братья и сестры, и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»